Страшную весть принес я в той Дон Надежда. Чего такое? Занятие сексом не рекомендовано после вакцинации. Как так вообще получилось, что в нашей стране так разделилось общество? Как так получилось? Извините, я задам грубый вопрос. Почему наше общество так оттупело? Вы знаете, вот антипрививочников на самом деле, их не так много. Их порядка где-то 10%. И мы, я лично, мы проводили наш комитет слушание в 2019 году, еще до ковида, проводили слушание по вакцинации и иммунопрофилактике. Вот тогда мы столкнулись с этой проблемой, что это на самом деле очень серьезно. Их немного. Но то, когда накрыла первая волна коронавируса, я хочу вам сказать, что, конечно, не хватило, не хватает нам информации. Вот это вот антинаучные высказывания, которые, вот вы говорите, оттупело. Вот это вот, когда уже звезды, когда те люди, которые, ну, сомнительно авторитетные, говорят об этом. Послушайте, но ведь не только они. Вы понимаете? Тогда, вот когда, я хочу сказать, что у нас нет единого мнения. Этого нельзя допускать. Но заголовок, посмотрите. А вот это можно допускать? Один, один врач говорит, надо носить маски. Посмотрите на заголовки, которые выходили в наших СМИ. Один говорит, надо перчатки, другой не надо. Мы все это прошли, да? Один говорит, надо вакцинироваться. Так будет лучше. Другой говорит, нет, не надо, подождите. Ведь нет единого мнения, что человеку сделать, который он слышит и одного, и второго. И одного, и второго. Вот Андрей слушал, слушал всех, приходил у нас сюда в студию. Слушал экспертов с разными мнениями, но решил привиться. Я спорил. Но стоит на той стороне. Я спорил и возражал. Симоник говорит о том, что... Спорил, возражал, но привился. Вы даже врачам объяснить не можете всем. Послушает, почитает и скажет, нет, я не буду. Знаете, когда мы из этой студии сейчас будем говорить, прививаться надо. Надо прививаться. Обязательно надо прививаться. Но когда человек конкретно приходит в пункт по вакцинации, как его встретят? Как ответят на его вопрос? Вы здесь совершенно правильно говорите. Да ему прийти надо. Как на него посмотрят? Я вам могу так сказать. Который антипрививщик не придет. Их 10%. А вот те люди, которые вот это все читают и сомневаются. Как вы провели сомнениетора года, извините, хоть одно масштабное исследование, чтобы понять, с каким материалом вы имеете дело, чтобы ответить на их вопрос. Я был участником клинического исследования третьей фазы год назад. И эта третья фаза должна была завершиться весной. Потом ее продлили. На днях ее сказали, что она завершилась. Публикации по ней нет. Как вы себя чувствуете? Но в феврале еще были публикации в Ланцете. В Ланцете была в феврале, действительно, промежуточная публикация по эксцессам. Она не была по результатам третьей фазы. Потому что третья фаза длилась полгода. Невозможно было в феврале. Она закончилась фактически весной. Да, об этом заявил министр здравоохранения. Да. Публикации до сих пор нет. У меня главный вопрос к тем, кто проводил эти клинические исследования. К товарищу Гинсбургу. Почему не опубликованы результаты третьей фазы? Ведь эта публикация, она бы полностью закрыла все вопросы. Эффективна вакцина или нет? Если бы врачам хотя бы дали информацию о том, как проходили клинические исследования, почему была продлена третья фаза? Смотрите, правильно я говорю, Семен Николаевич, правильно я говорю, что для того, чтобы людям сказать, что идите, прививайтесь, как я это сделал и уже вот третий раз, вам не достает вот того заключения. Когда вы себе сказали, вот получу заключение, и тогда я смогу сказать, посмотрите на меня, вот я привился, я врач-невролог, я вам то-то, то-то рекомендую. Так? Да, мы говорили о доказательной медицине все последние годы. Как только началась эпидемия, это слово забыли. Сейчас никто не выступает с позиции доказательной медицины. С позиции доказательной медицины вакцины на сегодняшний день нет. Все, пора людей спасать. Чтоб человек поверил, его надо убедить, а не запугать. Первое. Второе. Чтоб человек поверил, он должен видеть логику в рассуждениях тот, кто его убеждает. А когда тебе говорят, прививка действует два года, а потом, говорит, полгода, а потом тебе скажут, давай щиряйся каждый день, ну. Не говорят так. На самом деле информация о том, как эффективна прививка, она за время наличия этой прививки не менялась. И как говорили, что она действует год, но лучше ревакцинироваться каждый полгода. Она действует год, но лучше в условии эпидемии ревакцинироваться каждый полгода. Так и говорят. Я знаю, с чем с тобой согласен? В том, что людей нужно убеждать. Но я не очень понимаю, как людей не убеждают цифры вот эти. Цифры смертности. Цифры надо объяснять, а не просто их показывать. Ну, мне кажется, что вы для этого тут и стоите, чтобы объяснять эти цифры. Мы каждый день даем цифры. Извините, пропагандой все-таки занимаются СМИ. Киевское золото украдено коварными европейцами, точнее, голландцами, а точнее, нидерландцами, как они сейчас себя называют. Шесть лет уже экспонаты крымских музеев, которые были выведены в 2014-2013 году на экспозицию в Европу, не могут вернуться на родину, в Крым. Потому что кто-то считает это золото крымским, российским, кто-то считает украинским. И вот новое решение великого справедливого европейского суда. На Украине праздник. Новая перемога подоспела от западных партнеров. Апелляционный суд Амстердама постановил передать золото скифов незалежной. Музей Аларда Пирсона должен передавать так называемые крымские сокровища государству Украина. Хотя экспонаты музея происходят из Крыма, и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины. Поскольку последнее существует как независимое государство с 1991 года. Крымские сокровища должны быть переданы государству Украина на хранение до стабилизации ситуации в Крыму. Скифское золото вернется на Украину? Благодарен суду за справедливое решение. Мы всегда возвращаем свое. Мирлюбивая шутка президента Зеленского, именно потому что в законном способе было возвращено это золото, ну оно будет возвращено, апелляция будет проиграна. Вот точно так же он сказал, что вернется и Крым. Вот он пошутил, вы не процитировали, но в этой шутке же есть очень много исторической правды из будущего. Когда Россия интегрируется в Европу, то конечно вопрос с Крымом он просто сам по себе снимется. Как только это золото доедет до Жмеринки, оно будет заменено на ту или иную подделку по украинской традиции. А дальше купят ли, купят ли, она в Крыму хранилась, а не в Незалежной. В Крыму, да, в Крыму, да. В музее, в музее. Честностью по использованию бюджетов мы видим отлетели. Голландцы сейчас на самом деле ограбили не Россию, в первую очередь. Они в первую очередь ограбили музеи. Есть суд, авторитет, которого признала и украинская, и российская сторона. Есть судебное решение. Сейчас будет апелляция и финальное судебное решение. Скорее всего, к сожалению, оно будет против России. Потому что логика простая. Золото уехало из Украины, золото возвращается в Украину. Мы в Москве, если бы 20 лет назад... А разве золото уехало не из музея? Из музея, да. И возвращаться должно в музей. Руслан, я отвечаю. Если бы 20 лет назад в Москве была бы выставка косовских икон, в то время как Косово отделилась бы от Сербии, то иконы бы вернулись в Белград. И нам бы 20 раз доказывали, почему это правильно. А тут и Китая, и Алматы. И, кстати, Минск, к сожалению, признали бы, что это золото украинское, просто потому, что они, включая наших друзей, не признают, к сожалению, Крым российский. Это вопрос к нашим дипломатам. Почему даже наши друзья за 7 лет не добились... Нам будет приятно смотреть на это золото в Крыму. Украина — это несуществующее государство. А то, как голландцы обосновали свое решение, там все написано. В 1991 году возникло независимое государство Украины. Есть решение. Нужно ликвидировать государство Украины. И не будет темы для дискуссии. Я с вами согласен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok